Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Был вчера в супермаркете и в хозяйственном отделе разглядывал чугунную посуду. И разглядел там одну забавную подделку под круозет. Ну, знаете, наверное, этого дорогучего производителя чугунной посуды. Так вот, подделка была китайская, у нас почему-то все магазины китайской ерундой заварены. И на ценнике владелец магазина почему-то написал название посудины «Стью». Помните «Бифстью»? Ну, это тушеная говядина с чрезвычайно разнообразным набором продуктов. Это целое семейство рецептов. И вот подумал с меня, давно не готовил. Хочется. Пошел тут же в продуктовый отдел и закупил всякого разного. Приготовлю. Поехали. Бекон варен-копченый надо нарезать и отправить выжариваться. И туда же отправил острую колбасу. Выбрал чириза. Кстати, рецепт на канале есть, даже не один. Ссылочки ищите в описании. Если забуду, напомните, оставлю. Остенькая. Отлично. Это у меня кусок говядины с голяшки. Это очень жесткая, очень богатая коллагеном. Видите, какая куча пленочек всех этих сухожилий. И поэтому она просто отлично подходит под длительное тушение. Я вам больше скажу. Именно потому, что этот кусок содержит такое большое количество жил, именно этот кусок от длительного тушения станет гораздо вкуснее даже той же самой вырезки. Это потому, что коллаген, в отличие от других мясных белков, от длительной варки разбухает и впитывает в себя соки. Становится мягким. Нарезанные куски нужно хорошенько запланировать в смеси муки, черного перца и соли. Что тут с беконом и колбасой? Отлично. Их надо пока удалить из сковороды, чтобы не мешались. А на вытопившую зажиру подрумяню мясо со всех сторон. Пока процесс идет, нарежу овощи. Крупно. Прям вот совсем крупно. Им долго тушиться и мелко нарезанные расползутся в кашу. Тушить мясо можно как в собственном соку мяса и овощей. Правда, в этом случае овощи нужно как можно мельче нарезать. Так и в добавленной жидкости. Я для этого дела выбрал красное сухое вино. Такое. Не самое дорогое, но, конечно, не самый дешман. То есть, это реверент в сторону французов. Они же свой беф-бургиньон в красном вине тушат. Кстати, овощи уже пора добавить. Немного консервированных протертых томатов и овощи. Сейчас буквально несколько минут на сильном огне, чтобы бачка некоторых овощей поджарились, чтобы появился такой аромат поджаристых овощей. Потом волью вино и оставлю тушиться на слабом огне часа на 2,5, а то и на 3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мясо уже мягкое. Самое время выправить по соли, сахару, по остроте. Вернуть в посудину бекон с колбасой и добавить фасоли. Это уже готово из банки. Лавровый лист, на мой взгляд, обязателен. Минут 10 потомиться и можно трескать. Видите, какой густющий соус? Просто обалдеть. Обожаю блюда такого типа. Они дико насыщенные по вкусу. Овощи дают свой яркий аромат, поджаренные овощи. Слегка подрумянинное мясо тоже придает свой аромат этому блюду. В данном случае острый тачариза, но подойдет любая острая колбаса, хоть охотничьи колбаски добавьте. Яркости добавляет. Бекон, легкий аромат дымка. Фасоль дала дополнительную густоту этому соусу. Ну, просто супер. На мой взгляд, вот просто супер. Это мое одно из самых любимых, наверное, блюд. И самых простых. Видите, я потратил в общей сложности, наверное, 20-25 минут на предварительные подготовительные операции. А дальше все это тушилось само. И все. Так что готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok